Достоевский бессмертен. Протестую. Прелесть моя. Руку отрежу. За керосин кто заплатит? Пушкин? Ваше удостоверение. Я могу обрезать этот волосу. Только без членовредительства. Когда вы читали этот роман, вы понимали, что это абсолютно антисоветская книга? Она вообще ломает всю концепцию мироздания советского. То есть плановая экономика, то, что все предопределено, марксистская философия, детерминизм и все. Роль случая сводится. Вычеркнусь. Все. План. Учение, которое знает будущее. Оно ведет куда-то людей. А у него все это ломается. Вы зацепили эту тему о Воландовском вопросах. Кто же всем этим управляет? Но советской концепцией управляет партия. Во главе которой стоит мудрейший лидер. И тут оно все это ломает. Как это удалось все-таки пропихнуть этот роман в печать? Ну, как пропихнуть? Во-первых, я же сказал, целые главы изымались и целые строки изымались. Это сейчас мы так вот изучаем подробно все. Была, допустим, ситуация, когда какие-то связи, допустим, Елены Сергеевны, давление писателей, вот, обстановка помягчения всего этого. Ну, это имя уже Булгаков имел. Это не просто какой-то там неизвестно кто. И, в общем, сумели это сделать. Да, сумели это сделать. А насчет, кто управляет сцена допроса Иешуя у Пилата? Ты, говорит, говорил что-либо о Великом Кесаре или не говорил? Слово нет, Пилат протянул несколько больше, чем полагается при допросе, якобы внушая какую-то мысль арестанту. А на что Иисус говорит, говорить правду легко и приятно, что взбесило Пилата? И он говорит, я не спрашиваю тебя, тебе приятно и легко, а тебе придется говорить эту правду. Говорит, потому что твоя жизнь висит на волоске. На что ему Иешуя отвечает, не думаешь ли прокуратор, что ты подвесил ее? Тут прокуратор задумывается и видит... Ты на кого поперла? И видит, значит, что не все так просто. Он говорит, теперь я понимаю, говорит, почему толпы людей ходили за тобой и слушали тебя. Но, говорит, я могу обрезать этот волосок. А еще им говорит, ну, согласись, прокуратор, что уж обрезать-то может только тот, кто подвесил. Вот, это к вопросу об управлении, кто чем, кто как управляет. Вот, поэтому я скажу так, что мы, конечно, были очень сильно зомбированы. Вот, это вы уже более новое поколение, которое очень много знает, все открылось, появился интернет. Все это, никому это уже не мешает. Вот, а тогда, тогда было КГБ, которое за всем следило, тогда была цензура, тогда у нас была установка на построение социализма. План был соответствующий. План, поэтому, значит, мы понимали иронию, сарказм, но это вроде как бы было в 30-е годы, тогда, значит, вот это, Зощенко тоже осмеивал вот этот мещанский быт, то-се, 5-е, 10-е. Вот, ну, что ж, конечно, здесь нет рабочего класса, вот, здесь нет крестьянства, вот, здесь какая-то такая странная интеллигенция, вот, ну, в общем, роман, он же же говорит, Воланд, мастеру, ваш роман еще принесет сюрпризы. А вот, когда вы читали в 66-м году этот роман, тоже было такое восприятие интеллигенции, как-то это хуже, чем сукин сын? Нет, не было, не было, не было, такого не было, вот, в 66-м году уже, конечно, многое изменилось. Советовость стала помягче. Ну, оно мягче, да, какие-то, ну, в общем-то, какое-то равновесие в обществе было, была социальная защита какая-то, люди стали получать квартиры. Улучшился квартирный вопрос, не может? Улучшился квартирный вопрос, стали эти самые крестьяне получать паспорта, а потом через какое-то время и пенсии и тому подобное. То есть, роман прежде всего заинтересовал даже не антисоветчиной, а приближением к Евангелию. То есть, ну, вы поймите, в 66-м году был напечатан роман, а Библию, юбилейное издание, ну, дело в том, что в 1876 году на русский язык был первый перевод Библии. А в 1976 году его повторили. Столетие. Столетие. Вот Библия, ну, это достать ее было очень трудно, Библия с рук стоила, ее еще надо было найти, 150 рублей советских. Это больше, чем месячная заработная плата. Старшего инженера, да. Средняя, 120 считалось, там такая классическая советская зарплата, а тут 150 рублей, это месячная зарплата. Так вот, смотрите, роман... А сколько в мастере Маргарита стоил? В 70-90 гривен. Вот эти три романа, которые были тогда выпущены, вот, смотрите, 66-й год и 76-й год. То есть, вы же понимаете, что мы и в руках Евангелия не держали. Вот дело в том, что Евангелие печатало только, могла печатать церковь, только определенное количество и только для клира. Ну, я вам скажу, что я 75-го года рождения, когда я учился в 82-м, 89-м годах в школе, то это тоже никакое, ну, то есть, там, обучение, даже там, если исторические сюжеты какие-то, никто этого специально не обучал. Это только вот поздняя, уже перестройка, там, 88-й год, крещение Руси и тут вот это пошло. Тоже все соговорками, тоже все соговорками, да. Ну, уже оно появилось как-то, а до этого только, а кто был в церкви, а вы были, вопрос от учителя в школе, это всегда очень жестко все. А на Пасху Владимирский собор, оцеплен милицией, только бабушек пропускают, это все было, и поэтому... Ну, и тут такая религиозная пропаганда, то есть, возвращаясь к предисловию Константина Симона, он соврал. Он соврал, но дело все в том, что они это делали, как исторический, как говорится, этот самый, роман вроде как. Ну, кстати, с эпиграфом перекликается хорошо, то есть, он часть той силы, которая хочет зла, а творит благо. То есть, Симонов соврал, ну, вроде бы плохо, а на самом деле хорошо, потому что роман получился. Так что, в общем-то, сказать о том, чтобы мы все поняли, и чтобы мы так вот рассуждали, как вы сейчас рассуждаете, тогда же не было никакой политологии, никакой социологии. И еще одна сцена, значит, когда они уже улетают из Москвы, и вот они на этих черных конях, эти четыре всадника, или там, или пять всадников, да, взмыли вверх, то хозяйка дома, откуда они взмыли, увидела эту нечистую силу и хотела перекреститься. На что, а зазелый крикнул, руку отрежу, вот, значит, нечистая сила Христа боится. Булгаков, это человек, который страстно любил русскую литературу, вот, он только русской орфографией древолюционной пользовался, значит, и, естественно, он не мог обойти в романе вот такие вот места в романе. Ну, во-первых, сам мастер, сам мастер по портрету похож на Гоголя, то есть темловолосый, остроносый, с щелкой на голове, с островоженными глазами. Значит, упоминается часто Пушкин, Николай Иванович Басой, конечно, Пушкин, председатель жилтоварищества, конечно, Пушкина никогда не читал, но употребляет постоянно. А лампочку стало быть, Пушкин вылетел, вывинтил. Кстати, это слово о выражениях, которые вошли. Ну, да. Кто заплатит Пушкина? Да-да-да-да, а за керосин кто заплатит? Пушкин? Значит, вот такое. Значит, о Достоевском вообще совершенно чудное место, совершенно чудное место, тоже с большим подтекстом. Когда разгромили Коровьев и Бегемот Тарксиновский магазин, вот, устроили там пожар, значит, они с пылу и жару идут по Москве, им солнце, жарко тоже, и Коровьев говорит, Бегемот, а это неплохо было бы кружечку ледяного пива выпить. А он говорит, а чего нет, он смотри, и показывает на писательский ресторан. Вот. Ну, это дом писателей Масолита, но там же и ресторан. Там же и ресторан. И они заходят туда, идут, дошли они до Привратницы, а она говорит, вы куда? А он говорит, мы в ресторан. А вы что, писатели? Да, мы писатели. Ваше удостоверение. Прелесть моя. И они прелесть. Ну, если вам не угодно быть прелестью, можете ею не быть. Ну, говорит, скажите, достаточно прочесть любые пять страниц из любого романа Достоевского, чтобы понять, что это писатель. Достоевский умер, парирует Привратница. И тут Коровьев парирует ее. Протестую, Достоевский бессмертен. С Достоевским тут и вообще вочь какая вещь. То, что Достоевский пока человеческая душа жива, особенно славянская душа, вот, то Достоевский всегда будет близок человеку, его внутреннему миру, его душе. Да вы не только среди славян популярен. Ну, это я так. Но Достоевский, в смысле, с точки зрения вечной жизни, которой он отошел, он, скорее всего, по отношению к Евангелию, по отношению ко всему, он попал все-таки по Воланду Христа, а не по ведомству Воланда. И поэтому Достоевский бессмертен, получается, что он бессмертен для нас, читателей, с одной стороны, а с другой стороны, он вообще бессмертен для того, что перешел в жизнь вечную. Ну, душа бессмертна. Душа бессмертна. Ну, понятное дело. Интересен Булгаков как гастроном. Во-первых, сцена, когда Волан пришел к Лиходееву, а Лиходеев после перепоя, ну, он вообще, собственно говоря, алкоголик, Волан это видит. Если бы Степу спросили, Степа, если ты сейчас не проснешься, тебя расстреляют, он сказал бы, расстреливай. Вот, но в конце концов, значит, Волан включает свои часы, они пробивают. 11 часов. Степа просыпается и видит перед собой незнакомого человека. Он говорит, любезный Степан Богданович, вот уже час, как я ожидаю вашего пробуждения. Мы же договорились, что у нас контракт в РГТ, там все такое. Ох, а перед этим Степа говорит, Груня, принеси пирамидону, ему так тяжко. И он говорит, уважаемый Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Пользуйтесь старым способом вечным. Лечить подобное подобным. Сейчас, говорит, вам стопка водки, или две стопки водки с горячей хабриной закупорской, просто необходимы. И он снимает салфетку, и стоит сервированный столик, на котором блестит икра, на котором стоит запотевший графинчик водки. И в кастрюльке что-то аппетитно булькает. В кастрюльке аппетитно булькают сосиски в томате. И он пишет, словом, говорит, было накрыто чисто, красиво. Воланд показывает, что вообще-то, как он в самом начале романа объяснил, Когда тот начал рассказывать про саркома легкого, то Берлиоз говорит, да, человек смертен. И Воланд его перебивает, говорит, это не фокус, а фокус в том, что он внезапно смертен. То есть жить нужно этой минутой. А здесь, в Масе-Марете, тут такой момент, что когда Берлиоза отрезали голову, То Коровьев поставил телеграмму его дяде в Киев, на Институтскую улицу, по Плавскому, В которой написал, значит, что меня зарезало сегодня на патриарших, похороны завтра приезжают вы. Ну тут, будучи человеком рассудительным, он посчитал, что телеграфистская ошиблась, Что племянник погиб, вот, но особых жалости он к племяннику не имел, вот, виделся с ним редко, Но, но, но квартиров в Москве это серьезно. И пишется, что он, говорит, его не радовали весенние разливы Днепра, Когда вода заливала левый берег и сливалась с горизонтом, Его не радовали потрясающий красоты вид, который открывался от памятника Владимиру, Его не радовали солнечные зайчики, которые утром бегали по каменистым дорожкам Владимирской горки, Нет, он хотел в Москву, то есть вот Киев, он написал буквально, вот, понимаете, чувствуешь это все эти солнечные зайчики по этим, как это самое, дорожкам. То есть Киев это была любовь Булгакова, вот, и где только можно, но уже не говоря о Белой гвардии, Он везде, значит, упоминал свой любимый город. То, что это роман не атеистический, а то, что это роман о вечной жизни и вечной смерти, вот это точно. Пилат не смог спасти Ишую, вот, хотя хотел это сделать, вот, перевести этого неглупого человека к себе в резиденцию Кесарию на берегу Средиземного моря, Но первосвященник Каифа этого не дал, он понимал, что Ишуя смутит народ и подведет их под римские мечи своими проповедями. И Каифа, после того, как его прокуратор попросил, по закону из трех осудженных одного надо было отпустить в канун Пасхи, Но он попросил первосвященника, и тот ответил отказом. И Пилат сказал, что даже после моей просьбы, просьбы, в лице которого говорит римская власть, подумай, хорошо, Каифа? Каиф отвечает, я подумал и в третий раз говорю, значит, отпустим Варавана. Варавана, да. И таким образом Пилат сказал, я умываю руки. То есть он ничего сделать не мог, а Каифа ему пригласил, что он донесет Кесарю о том, что говорилось что-то против императорской власти, и Пилату был бы конец. Он струзил и отдал Иисуя. Но бессилие вот это, что он, имея такую власть, не может решить такой простой вопрос, и ненависть к предателю Иуде, вот, в нем просто кипит. И он очень хочет уничтожить Иуду. И он вызывает начальника тайной полиции Афрани, предлагает ему сесть, угощает, наливает ему вина, причем Афрани пьет, вот, и понимает, что его угощают очень ценным вином, вот, это для него честь. Вот, и он говорит, превосходная лоза, прокуратор. Но это не Фалернская. А прокуратор с достоинством говорит, цикуба, 30-летней в выдержке. Потом он покушал, вот, и после этого Пилат начинает разговор. Говорит, что, вы знаете, до меня дошли слухи, что, вот, Иуду этой ночью зарежут. Но что Афрани делает удивленное лицо и говорит, что, у меня таких, говорит, сведений нету. Откуда они у вас? Ну, позвольте мне этого пока не говорить. Ну, вы же понимаете, говорит, что как будет неприятно первосвященнику, когда предателя Иуду зарежут, а деньги, которые он получил, перекинут через сену Синедриона. Тут уже Пилат начинает понимать, что означает забота прокуратора Убиуде. Вот, и чтобы убедиться, чтобы не ошибиться, он, уходя, поворачивается и говорит, так зарежут Игемон. И, получив утвердительный кивок, идет, надо сказать, мастерски организованное убийство с помощью своего агента, женщины Низы, вот, которая его выманила в Гефсиманский сад, и там его убили. На следующий день приходит Пафрани к Пилату и говорит, прокуратор, прошу отставку и суд. Я не сумел уберечь. Он увидел две пары глаз, собачий и волчий. Значит, собачки были у собаки Банга, любимой собаки Банга, а волчьи были у самого прокуратора. И прокуратор рад, что действительно такое произошло, и он этому где-то в душе не верит, и он говорит, он точно убит. И вот здесь Пафрани говорит фразу, которая полностью, уже других фраз не надо. То есть мы узнаем о нем, о его работе, о всем этом. Специалиста видно, да? Да, 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 да. А и этот пилот говорит, он точно убит. А Фране обижается и говорит, прокуратор, я 10 лет на работе в Иудее. Я начал при Валерии Грате, четвертом прокураторе. И мне не обязательно видеть труп, чтобы знать, что человек убит. Вот, вот одна фраза. Все, больше нет, никого образа не надо. Это точно так же, как это самое, когда старцы в Илиаде, Гомер, в Троянской войне, значит, Елену пригласили, чтобы дать ей вердикт, уезжая из города, иначе начнется война Троянская. А они встали, да? А они встали. То есть, а он не описывает ни прическу, ни походку, ни глаза, ничего. Когда Елена вошла, старцы встали. Ну, или, например, вот образ создается, значит, когда они улетали уже из Москвы, на Воробьевых горах остановились, а Маргарита, мастер и вся свита, значит, и на прощание кот взял и свистнул. А коровье говорит, ну, не спорю, свистнул-то, говорит, свистну-то. Ну, откровенно говоря, слабо, свистну-то. Позвольте мне, миссир, как старому регенту. Вот он говорит, только без члена вредительства. Тогда коровье сделал какую-то замысловатую фигуру из пальцев всех, полностью эту фигуру вставил в себе рот и свистнул. Свиста Маргарита не услыхала, она его увидела. То есть, вот, сразу состоит. То есть, там, птицы попали... Ну, Василия свистнула. Да, 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 а мощи? Она его увидела. То есть, птицы замертво падали на землю, пароход, который шел по Москве-реке, значит, сбросила на тот берег, на сушу. Никто не пострадал при этом, значит, все было, скажем, на бушклевное вредительство. Так что, вот такие вот вещи, вот это мастерство, его можно до бесконечности говорить, оно выпирает везде. А теперь я бы хотел уже вернуться к читателю и показать несколько книг, которые помогли бы узнать побольше о Булгакове, о его творчестве, даже о его писательской, скажем, там, кухне, кто хочет именно почитать о творчестве Булгакова, книга Лидии Яновской, которая называется «Творческий путь Михаила Булгакова». А кто хочет больше жизненной биографии, тот, значит, Марияетта Чудакова, значит, именно Марияетта Чудакова написала книгу о Ильфе Петрове, я оговорился, вот, значит, называется «Жизнеописание Михаила Булгакова». Значит, эти обе книги, они были дописаны в самом начале изучения творчества Булгакова, но не потеряли свои ценности и до сих пор. Отличные книги. Значит, у нас в Киеве замечательный наш киевлянин Мирон Петровский написал книгу о киевских контекстах Михаила Булгакова, который называется «Мастер и город». Тоже очень киевлянам, не только любителям Булгакова, но и самим киевлянам интересно прочитать такую книгу. Интересная книга, опять же, Лидии Яновской, тоже в Киеве она изданная, она, если тут она пишет творческую, Михаила Булгакова, то тут она приближается именно к «Мастеру и Маргарите» вплотную. Треугольник Воланда. Это тот треугольник, который, когда он угощал Ивана Бездомного, они сидели на лавочке, и вот тот Берлиоз-то не курил. Берлиоз себя берег. Он не курил, он пил минеральную воду, когда ему стало плохо, он решил ехать в Кисловодск. То есть тело он берег, он не берег, только душу свою, которая попала к дьяволу. Когда они сидят и разговаривают, то Воланд видит, что бездомный хочет курить, потому что курящему человеку очень долго, очень плохо. Засосал его. И он говорит, «Вы, я вижу, курить хотите?» А этот грубо отвечает ему, потому что он уже предубежден против этих иностранцев, «А вы, я вижу, курить хотите? Вы какие предпочитаете?» «А у вас что, разные, что ли, есть?» «Вы какие предпочитаете?» «Ну, нашу марку!» И тут он открыл порцигарь червонного золота, на котором блеснул рубиновый треугольник, и в нем оказалась именно наша марка. А когда он будил Стёпу Лиходеева, он открыл часы, на крышке которого был бриллиантовый треугольник. Ну, о треугольнике это отдельный разговор. Вот. Теперь, значит, очень интересная книга, тоже, «Альтернативное прочтение мастера Маргариты», написанная Барковым. Вот. Тоже очень советую почитать. Очень много новизны, и совсем какой-то взгляд немножко со стороны, который очень приближает к роману и оживляет его. Значит, на украинский язык, на украинский язык, значит, был очень удачно переведен, майстер Маргарита на украинский переклад с комментариями и спорядил Юрий Некрутенко. На жаль, уже цей человек от нас пошел. Вот. Но очень-очень красивый переклад. И... И коментарь не пожалеет. И коментарь. Радиму эту книжку тоже почитать. Очень мало мы говорили, об этом можно говорить гораздо больше, можно вникать, можно рассказывать. Творчество уже там, оно бездумное, можно сказать. Так что, в общем, я думаю, для первой беседы нам достаточно. Шановное товариство, то мы поговорили трохи с Эдуардом Яковичем про творчость Михаила Булгакова, зокрема, много говорили про «Майстра и Маргариту». Ну, как вы видите, что можно читать, это такая своєридная книга, до которой очень часто можно и повернуться, и что-то найти новое, того, что ты не увидел при каком-то из первых прочитаний. И, как-то, Эдуард Якович порекомендувал несколько книг, на которые варто звернути увагу, для того, чтобы дизнаться про творчость Булгакова о бисе.